Христос Господь говорит такие слова «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Кто не слышал этот зов? Кто не переживал в сердце сказанные Христом слова? И что это означает прийти к Нему, чтобы успокоить душу и умиротворить свое сердце? И вот сегодняшний Евангелие раскрывает нам, дорогие братья и сестры, этот глубокий смысл. Господь сотворил пир и позвал всех своих родных и близких, званых, далеких и не очень. Придите, насладите все пиром Господина вашего. Но когда пошли рабы Господина того и пригласили званых на пир, то один сказал «Я землю приобрел, мне же надо ее испытать». Другой «Пять пар валов, конечно, он же не бросит, надо же заботиться». Ну а третий вообще сказал «Я же женился, передай, он же поймет меня, мне сейчас не до этого пира». И каждый стал по-своему отрекаться, по-своему откладывать, как-нибудь потом. И вот за этим пиром, за этим господином, который позвал званых на свой званный ужин, многие просто не захотели, потому что все были заняты. Вот сколько среди нас людей, которые говорят «Ну нам же некогда в церковь ходить». Когда нам Богу помолиться? Дома помолимся. А если придем, свечку поставим, да и пойдем. Когда нам службы длинные выстаивать? На литургии стоять? Да еще ко святому причащению готовиться? Это же надо еще молитвы прочитать ко причастию. Накануне на всеночную прийти, а утром натощак. «Да ну что вы, я так занят, у меня столько дел, у меня и жена, у меня и дети, у меня и работа, у меня и там сегодня проблемы, и мамы, и бабушки, и там у кого-то пенсия, у кого-то болезни, у кого-то нестроение, у нас столько проблем. Вот Господь и зовет всех. «Придите ко мне все, труждающиеся, кто из нас сегодня не труждается, кто сегодня из нас не обременен этими огромными заботами житейского нашего попечения». Вот как раз нас-то Господь и зовет обремененных. «Придите ко мне, и я успокою вас». А мы? А мы не приходим. То ленимся, то заняты. И нам кажется, что мы должны устроить всю свою земную жизнь. А это все потом. А Христос сегодня говорит, «Нет, вы никогда не устроите свою жизнь. Если это будет на потом, Бог будет на периферии вашей жизни, а все остальное вы будете ставить в центр своих нужд и своих житейских попечений». А самое страшное, что вы не окажетесь за пиром вечности, который, как мы понимаем, за Господином сам Господь. Ибо если ты здесь не научишься ходить в храм, не научишься себя немножечко напрягать, немножечко себя подвигать к этому подвигу, потому что помолиться – это подвиг. И ты должен принести эту жертву, свой час, два, от своего свободного времени Богу. Почему мы должны шесть дней трудиться, а седьмой день Господу Богу посвящать? Вот и ты посвятил Богу молитвой, и еще постарайся какие-то добрые дела в течение этого дня сотворить во славу Божию, а не за деньги. Вот потому, если мы это понимаем, то сегодняшний святой, которого мы особо прославляем, Спиридона Тримефунского чудотворца, открывает своим житием нам еще одну удивительную тайну, которая для нас, грешных, закрыта. Вот мы приходим в храм, видим иконы, иконостас, священников, хор поет, люди, свечки. Потом подходят люди, складывают крестообразно руки на груди, причащаются, молимся, целуем крест, расходимся. Ну, как бы мы уже даже привыкаем к такому последованию. Ну, да, я уже был так, я уже ходил, то уже каждое воскресенье хожу. Ну, там как бы все одно и то же. Никогда, запомните, одним и тем же все, что происходит на литургии, не является. Каждый раз Христос себя приносит в жертву. И на престоле присуществляет в свою божественную кровь и в свое божественное тело себя для приобщения к себе верных своих рабов, верных своих чад духовных, которые оставляют все. И ради этого пира приходят число избранных, а не числом тех, которым это не нужно, вообще даже и не понимают, что здесь происходит. Так вот, в житии святителя Спиридона был такой случай. Однажды он вместе с дьяконом зашел в пустой храм и начал службу. Видите, Спиридон не смотрел, сколько было людей. А был ли хор? Да не было ничего. Вот сами молились. Господу помолимся, Господи помилуй. Начали, как обычно, Богу молятся. Не ради людей, ведь правильно совершается служба. Богу молимся и приходим Богу послужить, немножечко постоять, помолиться Господу о своих нуждах, о своих попечениях, потому что сами всю неделю этим занимались. А теперь нам нужна Твоя помощь. Потому что, когда у нас наши силы оскудевают, где их взять? В церкви. В предстоянии пред Богом. И вот Спиридон зашел и совершал молитву. И вы знаете, во время богослужения есть такой простой возглас, когда выходит священник и говорит, мир всем. А обратно, вдруг, он и дьякон услышали не просто ответ, а как бы целый хор ответил. И Духове Твоему. Ну, святителя-то не удивишь. Он понимал, что храм-то не пустой. В храме ангелы с ним невидимо служат, как и с нами. Каждую службу с нами, ангелы Божии невидимо служат. И вот, когда святитель услышал и Духове Твоему, то есть хор вступил в богослужение из нереального, то есть запредельного, из метафизического мира в мир материальный, он не упал, не ушел. Он продолжил службу Богу. И уже с дьяконом совершал службу. А Господи, помилуй, пел этот ангельский хор. А рядом люди, живущие, услышали и думают, это какой хор там поет. Никогда такого не слышали. Стали собираться в большом количестве, вошли в церковь и к своему удивлению увидели, что в храме-то молится только святитель Спиридон и дьякон. Хор же где, такой сладкозвучный. Откуда это пение? А это пение ангелов, которые уже здесь, на земле, немного только приоткрывают верным своим, пред кем ты предстоишь, и кто взирает на тебя, и кто невидимо с тобой Богу служит. Можно назвать это одним и тем же. Можно пропустить эту удивительную трапезу, этот пир духовный, за которым сам Господь нас с вами приобщает к себе через божественную хористию, через святое причащение. Вот почему, дорогие братья и сестры, так важно нам с вами, услышав сегодняшнее Евангелие, и уяснить для себя последние слова, которые сказал Христос в этой притче. Много званых, но мало избранных. Запомните эти слова. Господь зовет всех, да совсем немногие приходят. Кого наказывают? Только себя. А те, кто услышал, все оставляют. И проснутся пораньше, и соберутся пораньше, и натощах еще и правила прочитают, и помолятся, и в Церковь Божию скорее поспешат. И так каждое воскресное утро. И так вот всегда с Господом будем. Шесть дней трудитесь, а в седьмой день все оставляете. И где бы вы ни были, вместе с ангельским хором, который мы по грехам своим не можем слышать, но он невидимо с нами Богу служит. Будем стараться как можно чаще приобщаться к святых христовых таинствам. Закончить мне хотелось бы сегодня словами святого апостола Павла. Мы, к сожалению, не совсем внимательно слушаем то, что читается во время богослужения, а не всегда понимаем, потому что читается на церковно-славянском языке. Для того и существует после службы проповедь, чтобы люди уяснили, и не просто послушали, полоскав слух, а поняли, вышли и начали исполнять то, к чему призывает сегодня Христос, через созданную им церковь. Так вот сегодня апостол говорит, когда же явится Христос, вы слышите? А он явится. И мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века, если ты в это не веришь, что ты не христианин, потому что мы живем ожиданием прихода Христа. Почему здесь его должны полюбить всем сердцем, всей душой своим, всем помышлением своим, и ближнего своего, как самого себя по заповеди Христовой. И вот когда он явится, Христос, жизнь ваша, если для тебя еще Христос не жизнь, ты живешь другими, землей, огородами, земными пристрастиями, попечениями, и у тебя что-то есть более важное в твоей жизни, то это еще не христианство, потому что если Христос на первом месте, то все остальное будет на своем, как говорил Ава Дорофей. Тогда и вы явитесь пред Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. Вот уж перед Новым годом пожелание Святого Поста. А дальше слушаем. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть, идолослужение. Вот мы говорим, нет, мы не язычники, мы идолам не служим, не кланяемся им. Да не надо сегодня кланяться изваяниям, и стуканам, и чужим богам. Оказывается, совершить блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. Все по апостолу и есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Вот эти слова уже ко всем нам. Разве мы в этом не причастны? Разве мы не жили как все, вот так, как все? И вдруг мы поняли, что жизнь наша Христос, и мы оставили все свои попечения, и в воскресный день мы уже с Богом, и уходим, постараемся не только в этот день быть со Христом, но и в течение всей рабочей недели. Чаще призывать Его святейшее имя. Господи, благослови, Господи, помоги. оступились, Господи, прости, и так вот всегда, и на каждый час, на всякое время, на всякий час, благослови, душа моя Господа. Были святые, которые каждый час, даже ночью пробуждались, ударили там, вот почему часы были с боем, бом, Господи, на всякое время, на всякий час, благослови, душа моя Господа. Три часа, благослови, душа моя Господа. И вот так работали. У святителя Иоанна Златоуста даже есть молитва на каждый час, на 12 до 12 часов, и после 12 на каждый час. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святое Его, и не забывай всех воздаяния Его, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя. Да почему мы на ногах ходим, почему стоим, потому что мы живы, мы здоровы относительно, а потому и благодарим Господа все вместе, единым сердцем и едиными устами, были такими, а теперь вы отложите все. А теперь посмотрите, что апостол обращает отложить тем, кто были такими идолопоклонниками, а теперь стали христианами. Итак, отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, а мы все крещеные, во Христа облеклись. Все то древнее, все мерзкое, грязное, греховное, страстное, блудное, матерное, злосмрадное прошло. Тебя Бог через церковь, мать, облачил, почему? В белые одежды после крещения. И вы уже обличены в новые одежды, а потому, апостол говорит, все уже гнев не для вас, ярость не ваша, злоба забудьте, злоречие, уже не должно никакое злое слово исходить из уст наших, сквернословие тем более. И не говорить друг другу лжи, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Смотрите, как высоко нас поднимает апостол. Вспомни, ты не только облечен в белую одежду, Ризу Христову во время крещения. И живи теперь, не скверняй этой белой одежды, данной тебе церкви, но знай, что ты теперь облегся во Христа, и ты его образ, и его подобие, создавшего тебя, где уже нет ни Элина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Искифа, Раба Свободного, но все во всем Христос. Вот уже нет здесь, никто не спросит, ты какой национальности? К чаше подходишь, ты кто по национальности? Христианин. Мы все Христовы. А у Бога нет национальностей. Мы все Его дети. Если любим Бога, и Слово Божье, воплотившееся от Девы Марии, нас ради родившегося для искупления наших грехов, распявшегося, воскресшего и снова грядущего, спасти своих верных, и предоставить им истинный пир, на который временно уже здесь показывают, на каком пире ты уже здесь можешь быть ежевоскресна. Это твой пир, который будет у тебя загробной жизнью, в жизни вечной. Есть ради чего потрудиться. Итак, заключает апостол, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Вот это очень сложно. Снизойти. Ну, я же, конечно, понимаю, что я прав. А где-то уступить, где-то снизойти очень тяжело. А апостол Павел, если ты хочешь на этот пир к избранным, званных-то много. Ты кто? Ты тот, которого только позвал Христос, и ты ли уже на пире Его? Ты уже тот, который разделяешь с Ним трапезу. Так вот, если ты уже с Ним разделяешь эту трапезу, будешь нисходителен к немощам других и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил нас, так и вы. Вот если кто-то не прощает, вспомните о своих грехах. Ведь Христос простил нас. И всякий раз на исповеди. Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих, говорит священник, словно повторяя слова Христа о прощении. Все грешников, ради чего Он и пришел в этот мир. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы не должны ни на кого одержать зла. Всем все прощать и стараться всех любить. Вот какую сверхзадачу Господь поставил для избранных Своих. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть в совокупность совершенства. Какую, Господи, Ты поставил нам задачу. А вот теперь идите и выполняйте. Не просто постояли, свечку поставили. Вы поняли, какое теперь у всех нас домашнее задание? А если кто забудет, то запишите в тетрадке памяти своей. Это была третья глава послания к Алласянам. Почитайте Святое Писание. И Бог довразумит вас. С праздником, дорогие! Дохранит вас Христос и Пресвятая Богородица. Мир вам всем и Божье благословение!